Новости региона. Сегодня Акимобласти Гульшара Абдекаликова провела пресс-конференцию по эпидситуации в регионе и мерах по ее стабилизации. Также были затронуты вопросы восстановления экономики региона после снятия ограничений. В регионе на сегодня зарегистрированы 2859 случаев коронавирусной инфекции. 1965 человек выздоровели. Это 69% от общего числа инфицированных вирусом. Снизилось количество больных. На сегодня в инфекционных стационарах получают лечение 270 человек, в паровизорных – 562. На 53% сократились вызовы скорой помощи. Однако, подчеркнула глава региона, нельзя ни в коем случае расслабляться, вирус еще среди нас. Поэтому усилен санитарно-дезинфекционный режим. В регионе 6 компьютерных томографов, 52 рентген-аппарата, 107 аппаратов искусственной вентиляции легких, 6 ПТР-аппаратов. Но этого недостаточно. Поэтому медучреждения оснащаются дополнительным оборудованием. Так, до 1 августа прибудут еще 4 ПТР-аппарата. Это даст возможность проводить полторы тысячи тестов в сутки. В целом в области на сегодня 107 аппаратов ИВЛ. Дополнительная потребность составляет 144 из местного бюджета рассмотренные средства на 14 аппаратов. Идет процесс закупа. В Министерство здравоохранения подана заявка на 192 аппарата ИВЛ. На сегодня по области 153 кислородных концентратора. Буквально вчера фонд Шогла передал региону 200 таких установок. Компания Казмунайгаз также обещает еще 140 плюс 10 аппаратов ИВЛ. Неизмерим труд медработников в борьбе с опасным вирусом. Вот уже 4 месяца они не видели свои семьи круглосуточно на передовой. На сегодня 2400 сельспециалистов получили надбавки за самоотверженное выполнение своего профессионального долга. На особом контроле вопрос обеспечения населения лекарствами. Все лечебные учреждения области полностью обеспечены средствами защиты. Сформирован двухмесячный запас медикаментов 26 наименований. СК-формация стопроцентно поставила все лекарства. В аптеках создан месячный запас препаратов. В продаже имеются все востребованные лекарства. 161 мобильная группа по области оказывает медицинскую помощь на дому. В ходе мониторинга выявлено 50 фактов незаконной продажи лекарств. 62 человека за нарушение карантинных ограничений привлечены к ответственности. Благодаря всем этим мерам стабилизируется эпидситуация. Также утвержден план восстановления экономики региона. Ведутся работы по развитию сельского хозяйства, строительству и ремонту дорог, обновлению вода и тепломагистралей, электрохозяйства, социальных объектов. Так, в рамках дорожной карты занятости реализуется 276 проектов стоимостью 37 миллиардов тенге. В результате трудоустроено 7 768 человек. Самое главное, при реализации проектов используется до 90% местной продукции. В рамках дорожной карты занятости ожидается решение многих важных вопросов. Я побывала во всех районах. Сейчас обновляются построенные в 60-х, 70-х годах школы, клубы, другие объекты. К примеру, в Казларде около полутора тысяч детей будут заниматься в школах по месту жительства. Строительство школы в залинейной части поселка Сексиуль снимет необходимость перехода детьми через железную дорогу с риском для жизни. Темпы строительства сохранены. До конца года будут сданы в эксплуатацию 22 из 30 строящихся социальных объектов. В Аральском районе реализуются крупные инвестпроекты стоимостью 4,5 миллиарда тенге. Это экспортоориентированные предприятия по производству порошка из верблюжьего молока, а также новый цех на комбинате «Аралтус». Строительство третьего испанского цеха комбината «Аралтус» обеспечит работой 198 человек. Вместе с тем до конца года ожидается пуск трех новых производств. Это стекольный завод, недостроена только печь 70%. В связи с пандемией не могут приехать специалисты, как приедут работы на 2-3 месяца. Во время карантина был приостановлен ряд бизнес-объектов. В этой связи государством сегодня оказывается всемирная поддержка предпринимательству. Предоставлен ряд льгот. Вдвое увеличено финансирование дорожной карты бизнеса. До 2025 года продлена деятельность РИЦ – регионального инвестиционного центра. В ходе брифинга руководитель региона остановилась на основных мерах по стабилизации ситуации экономики области. Ответила на вопросы журналистов. К примеру, как решается вопрос нехватки медицинских работников. Во-первых, хочу выразить большую благодарность нашим медицинским работникам. И ранее была нехватка. Ежегодно ведется работа по этой проблеме и даже направляли на учебу. Но наши медработники в самый сложный час справились. Всего же не хватает региону 170 врачей. Работаем с министерством. На сегодня прибыли и распределены 18 специалистов. Словом, впереди немало задач, каждая из которых направлена на повышение качества жизни населения.